всем привет рада видеть вас на своем канале вы на канале лазница меня зовут вика и сегодня у меня полная импровизация я ничего не задумывала я просто взяла манекен и начинал что-то делать ну и в конце вы увидите что у меня получилось понравится вам или нет вы уже потом скажете мне для начала я отделила прядь волос зигзагообразным пробором немножко отступая от линии роста волос затем я отделила нижнюю затылочную часть волос и начесываю корень это будет основа моей прически если вас интересуют прически то подпишитесь на мой канал чтобы его не потерять потому что у меня канал конкретно о прическах и там более 400 уроков уже есть на канале так что если вы чего-то не нашли вы можете смело мне писать и я скажу есть это видео у меня на канале или нет я немножко сглаживаю верхний слой волос и прокалываю невидимками невидимки я креплю накрест если вам интересна тема крепления то у меня есть отдельные видео сейчас появятся в правом верхнем углу и вы можете нажать посмотреть у меня есть четыре выпуска о крепеже невидимками и шпильками что я делаю дальше дальше я беру самую крупную зону височную зачесываю ее на этот валик сделанный из волос манекена фиксирую шпилькой временно просто чтобы волосы лежали так как мне нужно и и начинаю вытягивать ребрышки чтобы ребрышки красиво вытягивались ровненько волосы должны быть первое ровные второе хорошо прочесанные так я вытягиваю очень крупные ребра и фиксирую лаком этот лак эластичной фиксации поэтому потом я буду еще окончательно фиксировать жидким лаком как вы видите я делаю очень глубокую текстуру и мне это очень понравилось на темных волосах ее видно и вообще на темных волосах лучше делать какие-то четкие линии то есть не делать сильных небрежностей так как мы можем сделать это на светлых волосах потому что на темных это будет выглядеть как грязь поэтому какие-то гладкие прически или четкие можно сказать вылизанные линии то что нужно для темных волос итак я сделала текстуру зафиксировала уже сильным жидким лаком и теперь скрутила в жгут и заколола дальше эти волосы я решила расположить вот так как вы видите то есть четкой картины у меня не было я просто вот что хотелось душе то и делала я также делаю ребрышки и фиксирую временно шпильками чтобы лак успел высохнуть и ребрышка стояла в нужном мне положении так я делаю из всей этой массы волос а затем закалываю все невидимками и перехожу к следующему височку вау вау Продолжение следует... Теперь работаю с правой височной зоной, я почему-то решила ее разделить на две и закалываю сначала одну часть, а также выкладываю на пучок, повторяя ту же форму, что я начала. Теперь я беру оставшиеся волосы, хорошо их прочесываю, скручиваю в полужгут, намечаю ребрышки, где у меня будут, чтобы зафиксировать невидимкой. Если вы сразу зафиксируете невидимкой, то ребрышки, то есть волосы могут тянуться с петухами. Дальше я вспомнила, что часто видела такой элемент в прическах, но никогда не пробовала, вы чуть позже увидите. Поэтому для него я оставила часть волос, а остальными также дополняю свой пучок в той же форме. И вот переходим к этому элементу, я немножко подчесываю у корней, точнее тупирую с одной стороны, с другой стороны приглаживаю, чтобы была гладкая поверхность и фиксирую лаком. Теперь беру шпильку и вот так вот закалываю этот элемент. Если нужно, можно за волосы подтянуть. Выходит, это получается такая перегородка, как в бантике, только на волосах. Если бы я подумала об этом элементе раньше, я бы расположила и сделала, может быть, их три штучки, но из того, что у меня получилось, я сделала две. Но все же, я думаю, что такая прическа тоже имеет право быть. Может вы просто какие-то элементы или что-то для себя увидите и захотите тоже сделать что-то свое. Итак, оставшаяся часть волос. Итак, осталась последняя часть волос. Я делю ее на две, сворачиваю вот такой вот жгут и вытягиваю прядки. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДимаTorzok. Подписывайтесь на мой инстаграм, я там чаще бываю, так что если вам интересно мое творчество, то находите меня и там. Ну и вот конечный результат. Надеюсь, что вам понравилось это видео и вы поставите лайк. С вами была Лозница Вика, всех целую и всем пока!